Поменялись местами. Школьники попробовали себя в роли наставников. Для педагогов они подготовили четыре мастер-класса в рамках форума ученического самоуправления «Наставник в деле». Группы участников по очереди осваивали игру на классическом и лепестковом барабанах. Лепестковый барабан ещё называют глюкофоном. Он – полная противоположность привычной многим шумной версией барабана. Его звуки скорее дарят расслабление и умиротворение. На третьей станции учились японской техники создания картины из ткани кинусайга. В финале путешествия педагоги узнали, что в фотографии означает горизонт и почему он может быть завален. И ещё много других премудростей по созданию удачного кадра на телефон. Посетила мастер-класс «Барабанный марш» и «Музыка жизни». Очень понравилось играть на барабанах. Дети молодцы, очень ответственно подошли к подготовке. У меня только положительные эмоции. Когда мы шли на мастер-классы, мы думали, чему же нас могут научить дети. Оказывается, это очень интересно и познавательно, и это захватывает. И оказалось, что не только советник может быть наставником, но и дети могут многому нас научить. Дизайн, дебаты, проектный интенсив, деловая игра и презентационная площадка. Для участников форума подготовили насыщенную программу работы. На площадке деловой игры ребята учились строить дом самоуправления. Для начала определяли качества, которыми должна обладать команда ученического самоуправления, а потом решали, где именно их разместят – в фундаменте или на крыше дома. А что и вовсе отправят в трубу, как деструктивное, мешающее сплочённой работе. Я считаю, что самыми важными качествами является сплочённость, способность организовать мероприятия для того, чтобы не было ссор, а даже если бы они были, они бы были по делу и быстро решались. А также ещё нужно отметить взаимодействие между участниками и другими коллективами. С помощью этой игры мы можем отделить хорошее качество от плохих и понять, что правда важно в коллективе, чтобы он был хорошим, дружным, сплочённым. В форуме приняли участие совет обучающихся лидеры и активисты детских общественных объединений, старшие вожатые, советники директоров по воспитанию, классные руководители, руководители приоритетов воспитания родителей. Он стал масштабной площадкой по созданию новаторских творческих идей, которые в дальнейшем могут быть реализованы в саровских школах. Как вы знаете, этот год – год педагога и наставника. И вот таким замечательным форумом мы открываем этот год. И надеюсь, что сегодня вы получите много положительных эмоций, много полезной информации и уйдёте с идеями для дальнейшей реализации её в своей школе. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24.